Новая неделя пропаганды, новые информационные заварухи от российской пропаганды. В общем, скандал в благородном семействе это с одной стороны, а с другой подтвержденная информация. Оружие, крылатые ракеты на Украину доставляют в гражданских самых обычных машинах. Германскую демократическую республику, которая была в чистом виде антинацистским государством и ввела запретительные меры против антинацистов. И вот такого рода публикации, вот такое раскрытие, это вот то, что раньше делал Ассанж или Сноуден, которые раскрыли все эти тайные операции, это является, можно сказать, такой оздоровительной вакциной, чтобы не дошли до безумия, когда ее уже сложно остановить. Топ-тема, которую муссолили пропагандисты – утечка информации от немецких военных о поставке Украине – ракет Таурус. Саму утечку он ритуально и в данном контексте совсем неуместно назвал информационной войной Кремля. Из чего, видимо, следует вывод, что это Путин заставил офицеров Люфтваффе обсуждать планы по уничтожению российской инфраструктуры. То, что русские приложили к этому руку, выявляет серьезные проблемы в системе безопасности Германии. Таким образом, Путин играет мускулами и выставляет канцлера в невыгодном свете. Кремль пытается оказать давление на Олафа Шольца, чтобы тот отказался поставлять Таурусы. Если сейчас на фоне этого скандала он выступит с другим мнением, тогда, с точки зрения России, канцлер покажет очень слабую позицию. Испугались россияне поставки Украине ракет и весь понедельник плакали в эфире и указывали на перехваченный разговор. Речь шла не просто об уничтожении Крымского моста. Обсуждалась операция под ложным флагом. Так, чтобы никто не догадался, что координацией занимался Берлин. Координация должна была осуществляться с базы ВВС США в немецком городе Бюхеле. Для этого должен был быть создан специальный секретный канал связи. Это все, то, что произошло, российская пропаганда. Также россияне не растерялись и включили свою шарманку о том, что мы будем отвечать. Нанесение ударов по территории России – это фактически вступление в войну. К чему Германия мечется больше всех на сегодняшний день. Потому что кроме того, что это юридически будет означать вступление в войну, а значит, президент об этом сказал, возможность нанесения России ответных ударов с использованием нашего ракетного потенциала. Ну, если серьезно, вот, наверное, новый мем нужно запускать после вот этих утечек немецких, да? Не знаю, как у других, вот, у нас все складывается очень даже неплохо. Не забыли и про открытые угрозы. НАТОвским крысам очень не понравилось, что мы знали об их туристических планах Хрыму. Собственная ущербность и трусы сковывает европейских лидеров. Спрятаться за спиной украинцев скоро не удастся, а самим погибать не хочется, но придется. У меня есть любимая семейная фотография. Мой дед, подполковник, гораздо моложе, чем я, в мае 45-го года со своим другом, дядей Мишей Дукаревичем, фотографируется на фоне Бороденбургских лороз. Мечтаю повторить эту фотографию. Для этой цели надену парадную форму. На словах пропагандисты еще те воины, но воюют вместо них, они забыли уточнить, трудовой народ. Но мы не можем порвать с ними, не можем нанести вред Европе. Несмотря на то, что она неоднократно нам наносила. Вот вы видите, там, сейчас мы что-то сделаем, и опять гувернанты приедут сюда, будут французскому учиться. Я не понимаю, а какой вред? Вот мы всю жизнь воюем с Европой. Да. И какой вред Европе? Мы ее регулярно освобождаем от очередной скверны. Какой вред мы им наносим? Мы сохраняем истинные европейские ценности. Я говорю о том, что сейчас, до сих пор, вот ощущение того, что мы можем, не дай бог, нанести вред Европе, Я понимаю ваш настрой, но не весь русский народ так думает. Да, это будет большая ядерная война. Испытания наших баллистических ракет их не впечатляют? Ядерный ответ в случае сенсальной угрозы по-прежнему считают блефом? В середине февраля Путин сказал французам. Вы понимаете, к чему это приведет? Потому что российское руководство ответственное. Оно понимает, о чем идет речь. Ядерный удар, ну, это ядерный удар. И российское руководство предпринимает все для того, чтобы эту линию, настоящую, единственную красную линию, которая вообще может быть в истории человечества за весь этот период, оттянуть. А вот воевать запугиваниями в теплой и светлой студии пропагандисты всегда пожалуйста. Одного такого изделия хватает, чтобы всю Францию стереть с лица земли. Ну, на Париж хватит точно. Интересно, а по местам скопления иностранцев мы же можем нанести удар тактическим ядерным оружием? Нас там вообще ничего не сдерживает. Знаете, вот любым способом, если мы продемонстрируем свое военно-техническое преимущество, я думаю, тогда у определенных стран наступит определенное просветление. Только тогда начнутся действительно какие-то потуги для того, чтобы садиться за стол переговоров. При всем этом сумасшествии пропагандисты утверждают, что войны хотят не они, люди, которые ее развернули, а Европа. Партия войны, поэтому, или лагеря войны, поэтому так называется, потому что они как раз-таки за эскалацию, они выступают за поражение России на поле боя. Они находятся как в трубе, а выхода другого нет. Если Украина проигрывает, придется вступать в эту эскалацию. Этот инструмент ломается, и уже поставлять снаряды будет просто некто. Между угрозами и истерикой ненадолго вклинились выборы в США. Трампушка наш будет собираться. 9-0 причем. Трампушка, ну а так... Нет, 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 там были три гневых товарища. Умение поработать с судьями в футболе всегда определяло удачу. Ты хочешь сказать, что ты с ними работал? Нет, с ними работала республиканская партия. Из новостей культуры в России... По словам актера, к остановке сердца привело перенапряжение и алкоголь. Если ты одет ярко, это всегда вызывает споры. И вот вопрос... А почему? Вы можете это объяснить? Объясню. Дело в том, что есть разные вопросы. Во-первых, есть ситуация, когда, простите, существует зависть. Вот можно чуть-чуть так вот так вот сделать, как конь. Как конь. Я не буду подковывать. Пятки. Да, сначала пропариваются пятки. Вот так вот. Ого! Еще хорошо подержать. Какая страна, такая культура, собственно говоря. А вас не могло там скрутить, по резьбу сорвать в тогдашней жизни, в этом веселье. Ну, я не знаю, там, алкоголь. Ну, это была студенческая жизнь, нормальная, абсолютно. Даже из культуры россияне умудряются сделать оружие. Новое психологическое оружие России. Мастера компромата и агенты спецслужб. Как только не называют. На Западе Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Известно как Вован и Лексус. Франкеры Вован и Лексус занимаются очернением биографии всех, кто не угоден российской диктатуре. За что признаны в России деятелями искусств. Хотя непонятно, какое отношение к культуре имеют эти люди. Они поддерживают наших врагов, готовы донатить, отправлять деньги на убийства наших военных, которые сейчас защищают нашу страну. И работают против нашей страны. Но здесь просто, не знаю, мы не могли обойти стороной этих персонажей. Мы как раз ездим, периодически встречаемся со студентами в разных вузах. Вот, недавно были в Хабаровске. Как раз в одном из университетов показали эти ролики и включили как раз монолог господина Быкова. Показали студентам, вот что такое предательство. И как вот эти персонажи, которые когда-то были столпами российской культуры, лидерами мнений, как они низко падают и становятся жалкими, трусливыми. И над ними остается только смеяться. Как известно, смеется тот, кто смеется последним. И это точно будет не Россия, которая раздувает мелочные победы, как что-то грандиозное, и записывает себя во властелины всего мира, при этом будучи открыто отсталой стороной, зависимостями и предрассудками. Субтитры создавал DimaTorzok